да здравствуйте юрий степанович привет мы кстати вот общались по поводу связи и вашу тематику все-таки поднимали ну к сожалению вы не дождались но ничего страшного вот вот я говорю пример по поводу радиоизлучения и говорю а почему вы не можете сравнить микроволновкой я могу это вот а люди просто как бы я тоже примерно микроволновки говорю то есть я даже и не пользуюсь и никогда не покупал ну и начале догадывался а потом решил изучить этот вопрос вот и поэтому я почему говорю она хотя бы в экране в металлическом но все равно распадается еда понятно ну там целый вопрос который но если ее правильно заэкранировать то она как бы на том уровне на котором она сейчас работает ее можно как бы ну более-менее обезопасить а радио эти радиоволны они специально ведь что такое связь связь это когда создается плотность электрического поля достаточно для того чтобы по нему пропускать сигнал а с в че сигнал ну как раз вам итальянец об этом сказал распространяется на определенное расстояние чтобы покрыть нужно несколько точек ну зависимости от расстояния и вот беда в чем беда по заключается в том что вот когда я работал в мира как раз там где разрабатывают эти электронные приборы все вот там есть книга я сейчас не помню как она называется но там показана сотовая связь показана что эти базовые генераторы которые на улицах должны стоять не ниже семидесяти метров ого от земли и вот я в лени по моему эти материалы скинул мы занимались этим ну лет десять назад наверное на и мы обошли все инстанции и медицинские и гостандарт но везде стоит вопрос что же надо лишать людей этой связи понимаете в чем все дело есть человек который носит сотовый ничего прочь не имею но дело все в том что из-за него перекрывают такие огромные площади и вот это избыточная концентрация электрических зарядов а я их называю свч излучения или радиоволны диапазона 800 3000 мегагерц вот они очень вредны для человеческого организма они в сродни по размерам клетки и они убивают и вот когда я работал в институте в одном там были как раз так а еще в наше время генераторы ламповые свч или токи высокой частоты еще называли так вот если я туда прихожу в это помещение хоть там они изолированы там стоят эти генераторы я целый день бывает ремонтирую я тогда был слесарем наладки у них еще нет по обслуживанию вот по я занимался стеклом они на итог на генераторах спаивали стекло с металлом вот ну и там у них бывают недоработки а по стеклу всегда все вопросы решал я как слесарь вот и у меня к концу дня голова не соображала вообще а я учился в заочном институте вечерней школе и заочном институте поэтому я в дни занятий никогда не заходил даже в эти помещения потому что я сижу на лекциях вечером голова я абсолютно не принимает юрий степанович а люди которые работают там должны всегда пьяненькими если они не 3 трезвые то через пять лет они патента н патента а что дает вот это спиртное то есть мы тоже вели дискуссию интересно спирт даже вот когда идут почему когда идут в атаку наливаю по 100 грамм вот а когда у тебя много то первое что разлагается в организме это спирт подходит в реакцию 1 то есть начинает принимать тем самым снижает удар по организму также уважаемый слушатель спиртное это не всегда плохо иногда и спасает критические ситуации но нельзя им баловаться нет дело не в этом спиртное всегда плохо и всегда вредно но случае как говорят смертельного исхода то есть попадание в свч или под атомную бомбу лучше быть в пьяном состоянии да интересно получается а вот вопрос так вот на что это свч первую очередь влияет на соединение с водородом я так понимаю я бы не стал этого утверждать потому что клетка это соединение не только водорода там много всяких и дело все в том что клетка это электрическая система и вот когда идет огромное напряжение она выходит из как его правильно функционирования но это мы называем доброго а она начинает вырабатывать ненужные ферменты которые в дальнейшем переходят враг ее сбивают с курса вот есть как их называют доброкачественные опухоли злокачественные вот эти штуки влияют как раз на частое злокачественные вот дом в котором там показано у лены ты можешь обратиться и пропустить его на весь этот свой канал и по всему миру повторить его вот мы брали какое количество раковых заболеваний так нам даже не дали результатов рядом находящихся люди мрут от рака а поликлиника не дает количественные данные это говорит засекречено ну да тут соболстата всегда проблемы были нам же всегда говорят ради вас атомную бомбу устроим а это атомную энергетику на лапшу вешают всегда атомная энергетика необходимо только для преобразования урана из обычного вооружейной а по ходу вырабатывать электричество и тепло я понял это похоже как своеобразно такая жирнова то есть грубо говоря то что элементы нужны переходит то есть тепло а другие элементы начали наброс гущаться вот вам и и усиление а я думаю что за центрифуги проще я другом говорю самое удобное место и понятно для тех кто ловит рыбалку нам подают наживку под видом безопасности необходимости атомной энергетики для развивания про этого промышленности ну и говорят о том что они его защищают великолепно ну и так далее и так далее ну в результате вы знаете что такое чернобыль цусима достаточно одной чтобы все уничтожить но банде которые сидит во власти эти капитала уголовники или чин уголовники вместе с ними которые как бы выполняют функцию народной власти на самом деле это враги народа и уже ци вот они уничтожают народ такими методами чтобы получать их же кормят эта банда капиталистическая и они работают на них но не на народ юрий степанов чино уголовники потому что чиновник не является властью а является клерком для выполнения народной власти они ее узурпировали юрий степанович а можно вот вернуться на тему связи всем интересным потому что эти вышки находятся практически у всех в городах и чем больше город тем больше не натыкано скажите пожалуйста а вот так называемая вот эта волна то есть как она вот работает то есть они берут просто насыщают вот этим электроизлучением и постоянно держат то есть там оно как бы большое количество зарядов то есть активных да да то есть вот смотри вот он там написал практически если вот это дело округлить они называют сотовой связью чтобы опять обмануть никакой никаких шестигранников там нет ну это просто термин под видом сотовой связи точка в центре и захват почему электросистемы имеют имеют потому что в зависимости от плотности поля они охватывают окружность или или по кругу и чем дальше от источника тем меньше плотность поля вот и они говорят что они безвредны ну почему потому что вот даже твой сотовый телефон он излучает во время он излучает во время разговора когда ты передаешь он излучает эти дела ну они по отношению к базовой станции ну вроде бы как и маленькие а вот там в этой в ведухе мы сделали изобретение с Валерой вот которая ловит эти излучения современные кроме немецкого одного прибора не ловит эти излучения они говорят вот видите даже излучения нет а мы сделали и показываем при контролерах включайте сотовый при и включенных их приборах сотовый показывает ноль а когда мы включаем свой прибор он зашкаливает порядка сто тысяч ПДК превышает почему и там написано что это на расстоянии метр а наш прибор ловит более ста метров то есть представляешь разницу еще все это можно распространение увеличить в сто а то и тысячу раз поэтому это очень опасная штука а когда вот теперь объясняю когда оно еще сверху оно занимает как яблоня над стволом крона и распространяется а когда оно снизу тогда оно пробивает стены насквозь там прям показывает вот мы закрывали окном этой металлической фольгой вот так уголок открываем и ставим прибор и там прибор зашкаливает мы отпускаем и прибор назад то есть это очевидно ну а вот эти шакалы которым нужно на нашей смерти зарабатывать они говорят это безопасно ничего этого нет и когда мы пошли в госстандарт для того чтобы стандартизировать его и можно было передать в эти фискальные органы которые контролируют он сказал ну если мы это передадим тогда мы должны запретить всю связь а в Европе уже ставят вопрос о том чтобы детям сотовые в руках даже не держать потому что дети вообще никакие рождаются мужики-то на детей это очень играет а вот а как можно хоть обезопасить даже в таких условиях никак или есть какие-то решения дело все в том что еще раз объясняю ты когда передаешь ты когда передаешь то ты выбрасываешь поток электрических зарядов а твой звук это накладывается на них да 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 ну вот ну хотя бы от тебя вот допустим к базовой станции канал как он говорит а дело все в том что базовая это станция панорама круговая и все люди которые попадают в эту зону при одном разговоре страдают потому что плотность то создает базовая станция и она работает круглосуточно поэтому вот если есть такие тут парни показывают о токах высокого напряжения вы наверное видели они одевают фольгированные костюмы криосан да 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 вот вот если ты хочешь жить то ты должен ходить в таком костюме а вот ну я понял это все равно что как вот священники в таких вот костюмах а у них вот прошита ниточка такая вот все время золотая то есть как ну защитная ну она ниточка она может и не защитить а вот если ты создаешь экран то да то есть хорошая идея такой узкой полоской не думаю что это гарантирован ведь заряд это не по твоей ниточке ориентируется а по сфере и в объеме и вот так же свет я всем говорю вот вы посмотрите как свет распространяется ночью самая яркая точка где в центре а по мере разделения падает 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 плотность освещения и это очень чутко показано вот лампочка у тебя есть у романа когда ты добавляешь ток да освещенность растет да но никуда не бежит она только усиливает плотность освещения или а это связано с прямым плотностью электрических зарядов а электрические заряды они почему я говорю все говорят вот свет я говорю ребят свет то получается только в том случае если лампочка электрическая или лампочка температурная что это значит при нагреве металла он тоже что делает светится и поэтому когда мы говорим то вот от количества зарядов которые проходят через нить ну и прочее дела увеличивается нагрев а в связи с этим и увеличивается свечение и вот для этого чтобы делать концентрированное делают параболы да я понял концентрированно направлять вот и все так все же смотрите по поводу сотовой связи получается базовая станция все время изучает по круговой да и самое главное все время убивает нас вот да она постоянно работает и для того чтобы была связь она должна постоянно держать вот это активное поле правильно как только как только телефон начинает срабатывать у кого-то из абонентов он начинает звонить то соответственно это поле даже может усиливаться активироваться для того чтобы сигнал не может а усиливается а усиливается потому что у тебя сам аккумулятор который выбрасывает это электричество но основная же нагрузка все равно идет на базовую станцию на ее антенну тоже возражает но дело-то в другом дело я уже тебе объяснял а ты не хочешь в концентрации еще раз я подвожу большая концентрация на нитке и так же самая большая концентрация рядом со станцией и она уменьшается по объему но ты-то находишься круглосуточно в ней и количество электричества у тебя которое глотает организм вот мы солнечную радиацию нам сейчас человеческий организм ну более-менее нормально в наших широтах это где-то 14 рентген но организм его бесполезно безболезненно переваривает а в Индии уже там где живут в этих пустынях в жарких странах они до 60 рентген безболезненно переваривают а мы-то непривычны к таким концентрациям и вот поэтому говорят пачка никотина убивает лошадь если сразу ее травить а если по одной то нет ну то есть я просто понял то что вы говорите поле однозначно то есть у нас все время активное то есть особенно в городах и поэтому очень большого в городах вот сейчас раньше кое-где ставили а сейчас ставят на каждом доме и между домами вдоль дороги ведь на жилом можно снять мы воевали после этого начали снимать плохо но снимают а которые стоят на дороге они никому не принадлежат кроме Собянина вот у нас там мэр города Москвы и они ставят всего-навсего ну 6-8 метров от земли но это не только у вас а дома 35-40 и вот вся эта система пронизывает насквозь дома и жителей то есть мы круглосуточно находимся под облучением СВЧ и если бетон там как-то сдерживает то стекло пропускает напрочь так же как ультрафиолет так и СВЧ оно не держит Юрий Степанович а вот у меня чуть-чуть такой вот легкий диссонанс у нас же обычно все ну как бы принято что стекло это диэлектрик же а как он пропускает вот эту волну а вот в этом-то вся и хитрость электричество или диэлектрики они оптически вот стекло оно оптически прозрачно оно оно электрически прозрачно вот проблема а когда мы говорим о металле он плотный и он собирает на себе заряды потому что он более плотное вещество а стекло менее плотное и не защищает вот на этих реакторах ставят стекла свинцовые слышал да 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 как свинцовый хрусталь свинцовых стекол там более сорока процентов свинца и вот поэтому стекло свинцовый хрусталь он тяжелый а в хрустале двадцать пять процентов этого свинца это очень вредное производство потому что свинец это канцерогены и как его токсичный элемент вот но он сдерживает и радиацию гамма-бета-альфа и он сдерживает СВЧ а обычное стекло не сдерживает потому что в обычное стекло свинец не добавляют в обычном стекле там оксид кремния в основном семьдесят процентов вот ну и добавляют там всякие окислы металлы натрий и калий для легкоплавкости а парий там наоборот для трудноплавкости и поэтому стекла делятся на эти мягкие твердые значит которые держат расплав достаточно длинное время и позволяют обрабатывать его вот стеклодувы они знают есть период пока оно пластичный как этот пластилин из него можно лепить а как только наступил период отверждения оно твердое ломается и колется и вот для этого и вводят вот эти всякие добавки чтобы стекло было мягкое стекло было ну еще его называют коротким и длинным короткое у которого маленький промежуток пластичности а длинное у которого длинный промежуток пластичности вот и все а стекло самое главное что оно не кристаллизованное состояние кристаллы там кристаллы свинца там растворяются нам говорят там электроны протоны ничего подобного ничего там нет я всем говорю вот мы берем металл кремний берем металл свинец с ядрами как вы говорите и когда мы их окисляем и варим ядра исчезают стекло было оптически этот металл был оптически непрозрачным а стал оптически прозрачным был электрически непрозрачным а стал электрически прозрачным и куда же делись ваши ядра и как же вы говорите что ядра в реакцию не вступают. Вранье сплошное. Я как раз попал вот в эту материаловедческую систему, я материаловед, а до этого я стекло реально изучил. Ну, на пальцах, как говорят. И со стеклодумами работал, и прессованием занимался, ну, прочее, много со стеклом, с порошковым работал. И спекал, из порошков спекал монолит. Хотя по теории это невозможно. Газы в воздух там остаются. Ну, у них там, а у меня всё не так. Они говорили, что из порошкового стекла нельзя формовать сложные конфигурации типа папа-мама при прессовании. А я сделал, что у меня прессуются. И папа, и мама при прессовании. А у них только пятачки. Ну, и так далее. К тому, как учат плохо в школе. И вот недавно вчера, что ли, позавчера мне прислали ролик экономиста, наверное, вы его знаете, Катасонов. И вот в одной из своих передач он сказал, институты, университеты – это конвейер по выпуску дураков. То есть до людей стало доходить. Это очень важно. То, о чём я всё время говорю в своих лекциях. Из нас делают идиотов в институтах. Юрий Степанович, поэтому мы с вами общаемся и пытаемся добраться до истины. Я вижу. Поэтому я с вами тоже общаюсь. А до 90-го года мне не с кем было, и словом может. Не с кем. Я был один в изоляции. Только вот так крутили мне. Но в 90-й год людей стал, в 91-й год стал людей немножко задумываться. И вот когда я выпустил, и что таблица умножения ложная, и физика ложная, и химия ложная, но я не просто декларировал. Я создал периодическую систему. Я показал, чем ложна Менделеевская. Ну и все последующие на ней образованные так называемые периодические системы на Западе. Это все. И все законы физики ложные. Почему? Ну вот скоро я вам покажу про теорему Ферма, что это никакая она не теорема, а ловушка. Ну, а математики в ней, конечно, решить ее не могут, потому что она для дураков математиков, которые ковыряются в ней и никогда ее не решают. А король-то голый, да, Юрий Степанович? А король-то голый. Совершенно верно. А решение-то очевидное. Его в школе проходят. Во втором, в третьем классе. Но они уже настолько, я матом не могу ругаться, но придурки до такой степени, я бы сказал матерком, что они не могут даже вернуться назад к этому решению, которому учили в школе. Подскажите нам. Я, честно говоря, теорию Ферма. Вот, я еще раз говорю, скоро я сделаю видеозапись, а вы все, кто можете, посмотрите фильм, он в этом есть в Ютубе, «Математика и черт». Там как раз этот вопрос. Да, видели. Видели. И вот я его, я никогда не занимался ей, я его как увидел, и думаю, ну, думаю, кто же они, два дурака сидят, там же решение на поверхности. Причем об этом им сказал Ферма сам. Понимаете? Там надо просто сесть, ну, и немножко сообразить. Там все, ну, все, он уже все им сказал, осталось только проглотимое. А они не могут. Потому что они математикнутые. Ага. Юрий Степанович, тогда будем ждать ваших трудов с удовольствием. А вы посмотрите повторно. И попробуйте его решить самостоятельно. Почему? Моя-то задача, вот если вы возьмете, заставить людей думать. Не показать, какой я умный и хороший, а заставить людей думать. Я часто в задачках делаю ошибки, заранее говорю, не те ответы, чтобы люди, ну, как бы, у всех есть страстное желание подловить меня на чем-то. И вот они начинают, это меня радует, я потом им объясняю, где они проспали момент. Вот. Но, когда человек начинает думать, у него мозги начинают шевелиться. Он становится люди нам, а не биороботом, человеком. Ведь человек – это биоробот. Если вы вспомните, раньше человек – это тот, который, эй, человек в ресторане. Это служащий у элиты уголовной. Гражданин – это служащий у элитной уголовной системы. Поэтому, когда нам говорят, что, я говорю, мы вольные люди, запомните, это главное определение. Мы родились по праву рождения природы. А банда уголовников, политиков этих, которые организовали, и экономику, и всякую муть, политическую, образовательную, это просто те, которые хотят, которые или хотят, или не могут не зомбировать нас, поскольку они сами зомбированы. Интеллектуальный раб – это самый страшный. Вот помните, как этих дикарей заковывали? Вот почему? Потому что раб стремился порвать эти оковы и убежать. А интеллектуальный раб, он всё, он на колени готов лежать в жопу и что хочешь, только чтобы ему прибавили пенсию и зарплату. И дали спокойно жить. Вот что такое интеллектуальный раб. И поэтому ввели понятие интеллектуал. У людей интеллекта нету. А вот когда его сознание, ум перевели в интеллект, он раб. И поэтому сегодня много грамотных, а практически отсутствуют умные. И вот моя задача – вернуть людей к своему уму. Потому что люди рождаются на земле с полным знанием жизни в природе. А нас отлучают от неё. Юрий Степанович, мы однозначно ждём ваших трудов. То есть, ну, мне вот вопрос такой прям напрашивается. И всё же, я вот не понял. Вопрос по связи. Если стекло, грубо говоря, является диэлектриком, то почему это стекло нас не экранирует от излучения от выше. Вот смотри. Вот когда стекло диэлектриком, причём достаточно хорошим и высокотемпературным. А теперь очень важный момент. Какими токами ты обрабатываешь? Опа! Низкочастотными. Слушай, мощные токи низкой частоты, оно диэлектрик. А для токов высокой частоты, то есть, маленького размера заряды, оно не является диэлектриком, оно его пронизывает насквозь. Вот. Всё, теперь... А для низкочастотных, это вот, ну, допустим, 220 вольт, 380 вольт, 500 вольт. Понятно, да? Оно диэлектрик. Ну, то есть, я понял, оно становится более проводником. Конечно. Для высоких частот. Вот. Теперь, ну... Теперь... Чем отличаются высокие частоты-то? Длинная волна, она огромная. Да. Не высокочастотная, у неё короткая волна. И поэтому она... Понимаешь, это СВЧ, гамма, бета и альфа, они аналогичны по своим свойствам. Только то, что я называю... Я не знаю, знаете вы или нет, я же всем это разъяснял в своей периодической системе. Что такое гамма-частица? Все говорят, радиация. Никакая это не радиация. Это электроатом, всерод, минимальных размеров. Это гамма-частица. Что такое бета-частица? Это размеры водорода и плотности. Вот это очень важно. Размер и плотность. Просто если брать плотность, она недостаточна. А если это плотность в размерах, то тогда всё определяется. Третья альфа-частица это атомы гелия. Все атомы гелия это инертные газы. И вот они разрушают организм, вытесняя из составляющей человеческого организма, сдвигают, наполняются в это место и начинают выдумывать свои системы. Они же ориентированы к самоорганизации. Нас же в школе не учат, что электричество это самоорганизованная структура. И они стремятся создать более плотную и менее как они говорят менее энергетическую, а я говорю по-другому. Менее активную. Поэтому первые электроатомы единичные там всерод и водород этот электронейтральный инертный газ они все практически нейтральные. И вот эти нейтральные частицы они в нулевом ряду. И вот если ты возьмешь там у меня видно я всем это показываю но без знания модели строения атома ты этого не поймешь. Вот у меня ряд вот этот инертный газов. Видите у него всего одна точка в центре у каждого. Да 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 а вот эти пустоты говорят о том что линии проводимости отсутствует. И поэтому они все диэлектрики. А вот если мы возьмем вот этот атом 7 восьмых проводник у него уже до линии проводимости почти заканчивается поэтому он проводник потому потому у него три линии проводимости есть линии проводимости то есть а там вешают про электроны про дырочную проводимость я им говорю ну вот вы взрослые люди как может дырочная проводимость быть если в любом металле вдруг возникла воздушная прослойка что мы можем мы туда можем только загнать заряд и организовать проводимость вот на этом принципе работает полупроводник у него линии проводимости из четырех как только мы туда заполняем временно до семи он начинает электричество качать принимать и отдавать принимать и отдавать мы выключили он это лишняя структура у него завязанная он лишнее сбрасывает и опять становится полупроводником вот где система это надо быть материаловедом а современная модель так называемая как ее называют классическая модель резерфордовская она не резерфордовская а Жанна Парена это вот козлы иудеи уже уворовали у Жанна Парена он на 11 лет раньше эту модель высказал но ее присвоили резерфорду и бору двум козлам которые нас долят и теперь с их помощью нас оболванивают да вот Юрий Степанович хотел сказать подтверждение вот мне тоже было всегда смешно воспринимать такую новость в официальных источниках научных что скажем так альфа частицами бомбардируют металл просто как-то алогично да то есть а не проще сказать что вы взяли залили обычным гелем и проверили откуда вытекает скажем так этот пар ну вот мало того если ты бы смотрел внимательно мои лекции я там об этом рассказываю гелий это безопасно вот водород он горит знаете да H1 когда H2 закачивает он тоже не горит но H2 его нужно очень трудно создать в природе его очень мало так вот они закачивают водородом который горит а альфа чистит гелий который не горит уже то есть он на воздухе не горит когда его даже пытаются поджечь а водород горит поэтому работать с водородными печами очень такая опасная штука взрывы часто ну вот так вот гелий имеет малую плотность ну по сравнению с металлами это очень важно по сравнению с металлами и достаточно маленький размер атома не самый маленький но достаточно маленький и вот есть в вакуумной технике ты можешь запросить этот компьютер гелиевые течи искатели берут изделия вот я занимался вакуумными этими приборами изолятами проходными мы опаиваем вокруг металла и мы опаиваем через стекло у нас спай металла со стеклом и мы проверяем проходит ли воздух является ли он герметичным тогда мы герметизируем систему и запускаем туда газ гелий ну точно так же сварщики проверяют керосином сварные швы слышали вот и тогда на обратной стороне стоит датчик который ловит этот гелий значит он не вакуумно плотный изолятор и когда мы говорим о керосине заливаем то это не керосина плотный значит там дырочки в сварке если сварка хорошая то керосин на обратной стороне не проявляется вот что такое проверка и вот поэтому ну как бы сказать надо иметь большой опыт к счастью у меня он есть мне уже 73 года вот и я сразу эти все все штуки я их вижу потому что я с ними работал на практике понимаете а когда тебе говорят трудно усвоить почему потому что вот руками когда поработаешь что видишь и вот я всем говорю почему дети лезут во все дырки на зуб пробуют нюхают они приобретают правила жизни в природе что есть что а у нас это отобрали дальше если нет ты наверное уже не помнишь а вот твои родители делали автоматы мы выпиливали там под видом автоматов пистолеты делали подшипниковые эти самокаты мы все делали сами дети так делали мы делали это все и сам а сейчас пожалуйста иди в магазин и покупай у тебя в голове нет как он устроен и так все игрушки они у тебя в голове не устроены это вот как я говорю это вот сидит в книге но не сидит в твоей голове а вот знание это когда в твоей голове можешь пользоваться ну книга иной раз нужна там много страниц книг то много ну иногда надо цитату найти там подтверждение чтобы не врать подчеркиваю не чтобы не знать а чтобы не ошибиться потому что ты ссылаешься на автора а надо использовать точный его текст вот я как скажем так кандидат наук я об этом всегда говорю что если ты используешь чужие слова будь добр на них ссылаться и не искажать и вот когда нам говорят про периодическую систему Менделеева а я говорю вот у него таблица 1900 по 1906 год в 2002 году он ее опубликовал и в 2006 тоже и там в составе инертные газы и стоят они в нулю правда они там не все там начинается с аргона по моему несколько аргон криптон и ксенон но Менделеев был умный мужик он сразу прикинул у него там 10 периодов должно быть 10 атомов ну он тогда еще и не знал что 10 тоже некорректно ну не в этом дело но к нулю то они идут и ряд то нулевой и тогда он вверх сразу предположил что должен быть атом у которого точка нахождения 0 0 и он назвал это х а второй под ним атом инертный он назвал у а потом только идет водород h вот этот y это h 0 2 инертный газ а потом только идет третьим атомом h 1 какая же таблица менделеева это извращенцы врут нам там у менделеева своих ошибок море когда я его изучал я же химик по диплому то вот я его изучал я никак его не мог понять как он распределял по атомному весу если атомный вес найти нельзя ну как ты взвесишь атом поэтому они придумали массовое число а массовое число оно отнесено к углероду почему потому что углерод самый активный компонент и у него больше всех соединений углерода чем у всей таблицы углерод дает количество соединений разных больше чем вся таблица вместе можешь себе представить но они на него стали ориентироваться а вот когда я получил у меня то все не по таблице менделеева я считал а по этой вот книжке это джей эмсли и я ее ждал когда она появится в нашей стране я не мог как бы пробиться ни в какую печать мне только вот так везде в редакциях показывали ну ты дурак а менделеев гений ты что хочешь ну ты дурак кубе или там в 23 степени ну вот а когда вышла книга джей эмсли а он слямзил это у американцев из НАСА он там прям так и пишет вот плотность а плотность то характеристика естественная и когда я взял вот эту плотность у него на страницах на каждой странице написано плотность и данные отсутствуют например этот какой атом Нильсборий ну как же можно назвать что вы наоткрыли атом если у вас отсутствуют данные а что у вас есть кроме названия и вот тут построено самое главное оболвание они придумывают дальше пишут теплопроводность данные отсутствуют электрическое сопротивление данные отсутствуют магнитная восприимчивость данные отсутствуют мольный объем данные отсутствуют температурный коэффициент линейного расширения данные отсутствуют о чем вы говорите как можно говорить что вы открыли атом если у вас нет ни одних данных и вот продолжают врать вот если он там Нильсборий ну или другие компоненты и у них везде данные отсутствуют и вот они сейчас уже 121 написали данные отсутствуют что вы врете если я сделал периодическую систему и я даю структуры видите да вот вот они структуры то я по структурам пролонгирую раньше они проходили и подтверждались ну допустим там ну пусть до 20-го ряда условно скажу а потом я это пролонгирую по той же системе и когда я это сделал и по математике то получилось что атомов индивидуальных 255 а 256 это уже система он же 255 и он же 256 в 7 периодной системе и я даю эти структуры теперь мои структуры поясняют все свойства и плотность и как ее проводимость и размеры какие атомов почему они такие гамма бета альфа частица они отличаются размерами всего-то навсего это называется радиус этого атома если мы его вписываем то в сирот общий остальные идут меньше 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 и уплотняются к центру теперь свет у тебя наоборот идет от центра то есть схема одна реакторы в земле внутри самая большая плотность на поверхности меньше то есть все описывает эта структура а у них электрон вращается вот я уж прошу прощения я скажу электрон вращается со скоростью 30 тысяч километров в секунду вокруг ядра а как он проводит ток ку-ку ему в туалет сходить некогда он должен крутиться со скоростью 30 тысяч а он еще уходит ток проводить полный идиотизм вот когда человек эти моменты все будет знать он тогда будет понимать для чего создана эта чинно-уголовная структура власти чтобы ты был дурак и чтобы ты только знал хлопать в ладоши тебе сказали какой он хороший уголовник какой он хороший уголовник не важно чем он занимается но во власть нужны уголовники которые теперь очень важно пишут законы против кого против народа они защищают ток уголовников приехали вот для этого и созданы институты университеты школа чтобы тебе вместо твоего природного родового сознания в пендюре научные теории коэффициенты парадоксы условности как она еще называется условности парадоксы абстракцию а их нет в природе евро степанович можно вопрос да получается давайте сделаем такой маленький итог получается такая ситуация диэлектрик будет диэлектриком до тех пор пока не начнет работать на более высокой частоте то есть он становится после этого проводника правильно я вас понял вот ты правильно сказал только сформулировал неверно диэлектрик до тех пор диэлектрик пока не пропускает через себя заряды в объем вот он тогда считается диэлектриком почему потому что у диэлектрика заряды бегут по поверхности а вот когда они бегут по поверхности а потом наступает период когда даже при низких частотах он пробивает объем что мы говорим пробой вот и все а когда мы говорим о маленьких частицах то они пробивают постоянно но не разрушают стекла и вот все основные стекла вот теперь очень важно они от действия радиации знаешь что рассыпаются и вот надо было сделать стекла которые не боятся радиации и не рассыпались надо было туда подбирать такие материалы которые эту радиацию поглощают и потом выбрасывают поглощают и выбрасывают поглощают и выбрасывают ну как рыба дышит хоп 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 вот и все то есть добавляет туда свинец ну специальные да эти атомы которые работают как проводник но на более высоком уровне вот а проводником всех вот этих излучений то есть и любого тока это просто-напросто является вот так называемый первород правильно нет нет проводником первым хорошим вот теперь поясняю классическим проводником первым является литий он настолько активен что он это горит в воде нет не горит в воде а горит на воздухе воздух же тоже диэлектрик но он все равно с ним реагирует электрически и начинает гореть второй по диэлектрическим свойствам натрий он на воздухе не горит а в воде начинает гореть вода активный тоже компонент и третий потом уже идет на этот медь под ним серебро и под ним золото и у всех у них семь число семь электроатомов в структуре проводимости самый маленький внутренний слой имеет в своем составе семь электроатомов всеродов самого малого размера для данного конкретного атома вот и все там все очень просто тогда он проводник а дальше после этого уже все идут проводники ну у них там другая зависимость уже растет и плотность у них изменяется вот когда нам говорят о периодической системе то у Менделеева никакой периодичности ни в чем нет вот когда я сделал по плотности таблица перевернулась с точностью до наоборот поэтому Менделеев ничего не мог не предсказать это все уже обманные факторы кто-то знает эту таблицу кто-то ее извращают и дают нам в извращенном виде а Менделеев был только проводник этой уже въехали алло да конечно конечно все вы доступны я просто может неправильно высказался так же с электричеством электричество всегда получается при любом движении рука в руку и тепло и электричество волосы по расческе и тепло и электричество динамо машина крутится и электричество и тепло то есть основные параметры это должно быть перемещение не движение вот это очень важно а перемещение потому что если ты берешь два параллельно вот так в одном направлении то между ними взаимодействия практически нет трения нету ни внутреннего ни внешнего а когда пропускаем ток в проводнике там есть внутренние трения размеры которые мы пропускаем они имеют побольше и у них частота прохождения 50 герц понятно да да а у маленьких которые внутри меди у них размер меньший поэтому медь его или подчиняется под давлением проталкивает но это тоже сопротивление знаешь да вот или перерабатывает свой размер и проталкивает уже автоматом ну в действительности так оно и есть ага то есть у меня сейчас же вопрос такой и все же у нас самим током является перемещение вот этих первоатомов всерода да именно всеродов только всероды везде перемещаются двигаются реагируют а все структуры завязанные не двигаются а вот тогда вопрос возникает а всерод же может менять свою плотность размеры соответственно из-за соотношений то есть поэтому мы видим его жизнь и металлы могут изменять размер забей две пропусти пятак нагрей его он уже не пролезет на базе того что все всероды одновременно расширились ну вот опять же получается мы так как начали разговор по поводу связи которая влияет на нас и она так же вот это грубо говоря всероды вот эти которые постоянно в активном режиме то есть антенна их абсолютно и они подавляют твое сознание об этом идет разговор не только организм ну все подавляют почему потому что у них большая концентрация получается и она постоянно действует ну да так как мозг в основном работает на вот этих токах то есть идет взаимосвязь на этих токах а когда снаружи идет это воздействие то соответственно сбивается вся система взаимообмена ну конечно у нас же настолько отработана система и почек и печени и мозгов ну и прочее лимфоузлов и вдруг туда внедряется проходит лавина этих всеродов организм начинает как-то приспосабливаться к ним ну а чаще всего уже со временем он так же как допустим медь пропускает 50 частоту там ну и прочее он со временем начинает вырабатывать эти заряды на уровне новообразования сам идет самоорганизация уже в организме их так много он их выталкивал выталкивал а потом отводит уже как мы руду в организме шлаки а это есть заболевание ну честно говоря общая картина начинает прорисовываться но до конца если честно сказать это самим думать для того чтобы вот почему я даю три в книге я три основных научных направлений я или области объединяю в единую математ счет русов п.с. русов это очень важно когда мы нам говорят славяне ну и так далее я сейчас объясню это и физику которую они называют русов это единые древние знания русов они неразделимы а иудеи нам их разделили на направления и каждый в своей науке выдумывает свои теории а потом они не стыкуются вот они начинают друг у друга выровать друг на друга ссылаться а оно нигде не работает в природе опа а когда ты все объединил в природе все заработало но есть же какой-то алгоритм тогда по которому и взаимодействуют химически просто элементы химически я объясню тебе вот смотри в школе нас учили и тебя наверное тоже когда водород соединяется с кислородом что там происходит водород с кислородом в объединение вот когда говорят о воде ну они говорят на молекулярном уровне а теперь что происходит на электронном уровне что они говорят Юрий Степанович не задавайте этот вопрос не знаю нет я для того чтобы ты задумался они говорят что электрон кислорода объединился с электроном водорода и параллель описывают восьмерку и двигаются по восьмерке уже парами ковалентной связи открой поэтому я наверное чтобы вот некоторые вещи сам пытался понять и когда вот это начинает ахинею рассказывать я не воспринимаю ну вот я тебе почему говорю вот открой учебники или в интернете и задай связь между водородом и кислородом чем осуществляется электронами а теперь вопрос простой а электроны это заряд да а где химия по-моему это единое все химия и физика вот поэтому я и сказал нельзя разделять ни это ни отделять физику нельзя отделять химию и нельзя отделять счет почему у меня периодическая система физика химическая математическая она все берет в совокупности и каждый получает нужный результат в природе все сразу заработало ну вот хорошо то есть вот смотрите есть вот какая-то реакция берем кислоту и какой-то металл самая простая окисление вот каким образом ну в кислоте обычно уже идет не окисление ладно это когда один кислород окисляет а в кислоте получают соль уже соль образования хорошо тогда у меня вот вопрос давайте кислоту берем и металл да и когда идет вот эта реакция за счет чего почему происходит то есть в школе там рассказывали это хорошо а вот почему мне интересно ваше мнение почему появляются новые соединения вот просто на пальцах почему идет объединение ты правильно сказал слово соединение это соединение отдельных атомов поэтому если говорить правильно то то что они называют химическими реакциями есть не что иное как попробуй сказать не что иное как перегруппировка электроатомов вот и все перегруппировка и поэтому каждый атом мы же можем окислить кислородом а потом восстановить мы можем образовать соль потом растворить а теперь главное мне студенты этот вопрос часто задавали и даже на пятом на шестом курсе институтов а я говорю вы не хотите думать они говорят как я говорю а подумайте сами вот возьмите все кислоты выпишите их а в учебниках есть или в интернете по их активности какая самая активная кислота аштор потом какая ашенутри потом аш2со4 аш-хлор что там характерного даже не знаю то есть может быть смотри я же тебе даю вопрос гляделки у тебя работают сейчас буду бивать добавляю из чего из чего они состоят из перворода нет хорошо перворода еще из чего из чего они состоят да вот смотри есть формула написана аш фтор из чего она состоит ну из водорода и фтора о аш-хлор ну понятно водород и хлор аш-эно-3 водород азот и кислород умница а теперь попробуй сказать из чего же состоят они одним словом из соединений элементов нет это так но это не то что нужно из газов из газов вот где хитрость а кислоты состоят из газов вот где хитрость а у газов они делаются при соединении активными а у газов плотность какая минимальная опа и они стремятся что сделать ее улетучиться наоборот а они уплотнят они свою активность хотят понизить и они сразу же выдирают метал отовсю и поэтому получается хлор реагирует уже с металлом получается натрий хлор опа соль и все опять он становится натрий хлор это уже электролит уже неделя а когда нам говорят еще очень хитрый момент говорят вот допустим аж 2 с о4 2 а о4 8 а с 2 2 по 2 4 2 водорода 6 значит аж 2 и со 4 сера 4 хвален топ ребят и в общем эта молекула какая говорят ну даже не на 4 хвален там плюсики и минусики они считают минусов столько плюсов столько а я им говорю какая же она электронейтральная ну-ка ты дурак сунь туда палец если у тебя мозги не соображают она наоборот активная то есть получается все вот эти газы соединение газа вот этих кислот это просто-напросто обедненная среда то есть конечно и когда она пусть избыточная например которая становится активной при соединении ну скажу тебе так вот у человека две руки бывает бывает а в драке он иногда задействует чего и ногу и ногу еще чего и голову вот он каким активным и локоть то есть а когда два человека представь тебе они ну так природа их создала и слева и справа то же самое со спины если их делать направо в одну сторону на сто восемь градусов лицо с руками и с ногами и направо становится каким более ну лент конечно два раза более активный два лба четыре ноги то он становится мутантом другим подвидом каким-то ну я понял смысл главная активность он может активно работать так же как и атом и вот когда они соединяются в кислоты газы они становятся активными и хватают все чтобы эту активность нейтрализовать почему вот я сформулировал энергию вот это очень важно слово энергия у нас ученые придумали это проститутку и каждый тащит свою постель тепловая энергия световая энергия звуковая энергия механическая энергия а энергия это совсем другое определение энергия вот теперь слушай это способность электрического поля земли приводить результаты всех электрических взаимодействий к нулевому потенциалу или равновесному заряду обмену несовненно вы правы уважаемые юрий степанович рыбников посвольте вам задать вопрос пожалуйста дело в том что наверняка вы слышали ну позвольте сначала представиться меня зовут Сергей Коновалов я знаком с вашими трудами смотрел ваши открытия на ютубе давно с вами знаком уже через интернет но пообщаться как бы мне удостойная честь первый раз тут на котлеров это не честь это необходимость возможно вот как бы говорили что раньше когда создал Менделеев вот таблицу Менделеева там еще были дополнительные микроэлементы в таблице допустим такие как эфир вот ну давайте так про эфир если вы хотите я вам скажу никого эфира в природе нет это очередная локация кортавоязычных почему потому что если вы возьмете Ациковского и других эфирщиков сейчас их последователей у него достаточное количество но они потихонечку выпадают в осадок задаю я им вопрос скажите пожалуйста дайте определение эфиру нету они говорят это воронка я им говорю хорошо воронка из чего просто воронки в вакууме нету если есть воронка она должна иметь что-то то ли воздушная воронка то ли жидкостная воронка а что такое воздух и жидкость электровещества ну там происходит образование я говорю хорошо скажите пожалуйста вы знаете такое торнадо знаю ну-ка найдите меня чтобы это торнадо что-нибудь создало а не уничтожало что вы врете людям то есть вы хотите сказать что никакого эфира нету это очередная утка которую нам как лохам подсунули и хотят чтобы мы в нее верили умничка а сейчас ее вторично стали поднимать почему потому что все эти электронщики эти как их лохотронщики эфирщики они говорят ну сирот это же и есть этот эфир я говорю не надо я из эфира построил систему попробуйте построить вы из своего эфира нарисуйте хотя бы схематично воронки которые вам обеспечивают свойства приехал ну хорошо если оно на самом деле так то откуда брал энергию Никола Тесла для своих трансформаторов для того чтобы вы соображали вы возьмите все что написано о Николе Тесле Никола Тесла ниоткуда ничего не брал если вы возьмете то у него капиталисты выделили ему деньги и электрические машины почитайте и он качал электрический ток машинами и изучил электричество досконально но его была задача перевести нас в переменный ток а переменного тока нету в природе если вы возьмете график то там есть разрывный ток то есть через три фазы вот три они вращаются и каждый выдает свой заряд но но это понятно да вот смотрите Юрий Степанович по поводу микроэлементов меня тоже интересует информация то есть теоретически вот или практически можно допустим создать копию какого-либо микроэлемента вот ну допустим какого-либо металла копию из других микроэлементов ну я бы это микро не назвал я бы назвал то о чем вы говорите электроатомом потому что элемент он ни о чем не говорит это школьная заморочка если вы откроете слово элемент по советскому энциклопедическому словарю это называется хаос это не определяющая сущность это ничто поэтому когда вы говорите химическое ничто мне понятно что вы блуждаете а если вы хотите сказать что это электровещество есть предмет для разговора но но хорошо пусть будет так как вы говорите но я как бы не очень образованный еще человек в этом плане конечно вы больше меня знаете но и я как бы своим языком говорю чисто теоретически вот если взять определенное количество электроатомов и создать копию какого-либо металла то есть такое возможно то что для этого надо вполне ну для этого надо во-первых очень мощные установки почему потому что атомы получаются на глубине в плазме земной но допустим если вот свинец создать если мы такие условия без проблем все получим но вот это очень важно мы получим только те атомы которые в периодической системе земли не Менделеева а земли у Менделеева атомов нету у него есть протоны электроны позитроны ну с последующим извращением дальше там идут бозоны хироны мудоны что хочешь есть но только нет электроатомов а поле земли это электровещение вещество оно является и поле у него электрическое поэтому мы можем только получать электроэлементы но на самом деле возможно в принципе я же сказал для этого нужно мощный генератор вот когда произошел взрыв в чернобыльской АЭС там на стенках и золото и серебро почему потому потому что в зависимости от того в какой точке горел металл ну то знаете что муран был вот вот из него и получили все металлы но а можно сейчас вот как бы в кустарном производстве воссоздать там золото и серебро не хватит мощей то есть очень мощная нужна энергия нет это электроемкая организация это система организации атомов это страшно необходимая защита почему все урановые эти радиоактивные компоненты у нас находятся на земле глубоко в земле потому что земля это защита от того и только после того как земля образовала такую защиту на поверхности появилась жизнь заканчивать хорошо я уже устал поэтому вы меня извините ничего страшного все тогда мы продолжим все еще раз по поводу химии что-то интересное огромное спасибо Юрия Степановича Вячеслав Котляру я очень рад что вы приходите к нам будем создавать все условия чтобы вы людям передавали ваши замечательные уникальные знания благодарю вас не мои это знания древних ирусов и природы просто я на них докопался от сердца от души благодарю всего доброго всего доброго успехов вам ждем вас еще раз всего доброго